Россиянин Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев. Кроме того, боец заплатит полмиллиона долларов штрафа. Это наказание за драку после чемпионского боя с ирландцем Коннором Макгрегором. Тогда россиянин на эмоциях перемахнул через ограждение и набросился на тех, кто выкрикивал в его адрес оскорбление. В обычной жизни Нурмагомедов другой. Как он ведет себя и чем занимается, узнал Александр Абрамов. У большинства актеров сценические образы часто не совпадают с тем, какие люди в жизни. Точно так же у спортсменов. Их амплуа и образ в деле, на льду, на поле или в октагоне, не всегда совпадают с человеческими качествами. Хабиб Нурмагомедов в октагоне заряженный боец со статистикой 27-0. Хабиб в жизни спокойно, рассудительно образованный и воспитанный мужчина. Я знаю Хабиба как скромного парня не только в спорте, но и в жизни. Сейчас он проводит очень много благотворительных акций. И я думаю, это поднимает имидж нашей республики. И мы его одноклубники стараемся равняться. После победы Хабиба над Коннором и защиты титула чемпиона UFC в легком весе прошло уже почти 4 месяца. За это время Хабиб успел выпустить автобиографию, книгу на 300 страниц, слетать на встречу с фанатами в Австралию, а также запустить новогодний благотворительный проект. За один день до Нового года в своем инстаграме чемпион UFC объявил о начале акции письмо Хабибу. У каждого из нас есть мечта, особенно у детей. Я с детства мечтал стать профессиональным спортсменом. Благодаря упорному труду и постоянным тренировкам я этого достиг. В 2019 году я бы хотел осуществить мечты детей или приблизить их к исполнению желаемого. Хабиб пообещал выбрать 10 самых трогательных историй и исполнить эти желания. Число комментариев, историй и просьб под этим постом перевалило за 8 тысяч. Среди победителей трое оказались детьми с ограниченными возможностями. Страдающему ДЦП Хабиб подарит коляску. Специальный аппарат для дыхания, страдающему мышечной дистрофией. И также Хабиб пообещал открыть в Москве спортзал для глухих. Детской футбольной команде в Хабаровске Хабиб уже отправил комплект формы. Также боец смешанного стиля без каких-либо специальных анонсов посетил Казахстан. Хабиба дети обожают. Это была одна из просьб просто пообщаться с воспитанниками детского дома в Караганде. От всей души хотел сказать большое спасибо уважаемому Хабибу за то, он обратил внимание на мое письмо и за короткий промежуток времени он приехал в Казахстан, город Караганду, к детям в гости в детский дом. Еще в ноябре месяце Хабиб летал в Африку. Около миллиона долларов россиянин потратил на благотворительность в отдаленных от центра местах. Деньги пошли на строительство медицинских учреждений и на очистку воды, чтобы у людей просто была питьевая вода. Весной Хабиб в Африку собирается вернуться. Говоря о благотворительности, он проделывает большую работу сейчас после своего крайнего боя. Он слетал в Африку, сделал там большие проекты, планирует сейчас обратно посетить эту страну, помочь нуждающимся людям, у которых нету даже элементарно воды, еды или одежды какой-то. Александр Абрамов, Алина Косумова и Умар Тускаев. Вести.